Добрый день, дорогие сябры! Вас витая в Браслевский музей традиционной культуры. Видите, основанный наш заняток – это вылучшение, одраджение и развитие традиционных храмов. Одным из таких храмов является выработка поясов. Это ткаство и плетение поясов. Пояс является неотъемной частой традиционного народного строя. Это мы можем бачить на прикладе этих строев, что находится у нас в нашей экспозиции. Поглядите, что уже нужен, что в мужчинском строе обовязково присутничеет пояса. Чому ж это так важно? Чому он присутничеет обовязково каждый день, святый и угодный? Конечно, пояс мае розные функции. Первая, наибольшь нам с вами знаемая – это функция побытовая, и он патрымливая одень. Кроме того, пояс ящина можа демонстровать статус человека. Чем большь поважанного человека в своем роде, тем большь широкий он носит пояс. Але основная функция, якая надавалась поясом – это все ж абережная функция. Наши протки лечили, что любое замкненное коло на теле человека з'является аберегом. Аберегом от суроку, от злых духов, а усяго дреннага, что може пауздейнішить на человека. З гэты и мэты насились не только поясы, але и бронзалеты, патерки, вянки розные. Заверните увагу на пояс, и он робит такое коло вокруг тулова. Чем дожейший пояс, тем больших этих колов. И лишилась таким чином, что человек отримливает такую добрую, мощную оборону от злых духов. Иснует шмат способов выработки традиционных поясов. Субтитры создавал DimaTorzok З усіми гэтыми техниками выработки поясов вы можете ознайомиться у нас на майстер-классах. Запрашаем вас до нас в музей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok